Экогномики Поехали Нажмем на кнопочку play У нас здесь богатый выбор, конечно, что мы можем сделать Кручу-верчу, давай сюда пойдем Вот дерьмо Вот дерьмо Поехали 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 У нас-пух Игорь Поехали Поехали Продолжение следует... Теперь всё понятно. Я надеюсь, что да. Короче, шёл себе этот самый гном, чтобы что-то там делать, типа кушать, и краем глаза увидел какую-то хрень. Этой хренью оказалась книжка. И нельзя было стараять книжку, чтобы она пробокла под дождём. Но тут, короче говоря, он увидел, что её храняет страшное существо. Страшным существом оказалась курица, которую он победил. Теперь у него посох с курицей. Она, правда, через некоторое время испортится. И как он будет с ней ходить, у меня большой вопрос. Но это неважно. В книжке были всякие легенды, хрень, да и прочая другая штука. И теперь, значит, нам надо вот идти сюда. Мы спустились, и теперь нам нужно начать диггить. Так. Говорит, давай добудем немножко дерева. Вудкаттер. То есть это у нас топор какой-то должен быть. Так. Мувхим. А где у нас мувкаттер? А, вот вудкаттер. Так. Его надо переместить куда? К вуду? А, вот сюда обязательно. Хорошо. Теперь, говорит, надо закончить ход. Пробел. Теперь все твои гномики получают 7, видимо, очков действий. Экшенс. Так. Теперь у нас нужна еда. Поэтому нам нужны мыши. А, чтобы накормить мышей в конце хода. Фидбетс. Это бетс. Так. Ну ладно. Допустим. Так. Если, говорит, мы пойдем глубже, то всякие эти числа увеличатся. Короче, надо будет больше жратвы, видимо. О, мыши. Реально мыши. Так. Тебя надо кормить мышей. Говорит. Чем дальше ты идешь, тем больше они жрут. Так. Это у нас индикатор мыши. Показывает, сколько нужно еды после каждого хода. И сколько у нас есть. Так. Вот это нужно, видимо, да? Так. И мыши у нас сожрут вот эти вот 5 еды. А 20 у нас типа есть. Теперь надо нанять охотницу. Так. Табуляция. Дау. А как это сделать? Я готов нанять охотницу. Как мне сделать охотницу? Вот это охотница. О, охотница. За 20 дерева. У нас 21 есть. И куда мне надо поставить охотницу? Какая-то охотница странноватая. Ну, поставим ее сюда. А она охотится на ближайших этих самых... Зверей. То есть в данном случае на кур. Так. Ну, охотница наохотилась на кур. Теперь у нас есть куча мяса. Часть из которого сожрали эти... Мыши. Так. Теперь нам нужно спуститься ниже. Оу. Сюда. Так, ладно. Осторожно. Значит, разобранные эти самые креки-то. Треснутые. Треснутые плитки нестабильные. На них, видимо, лучше не стоять, я так понимаю. Так. Если, короче, твои гномы получают урон, если они... Стоят на вот этих плитках в конце хода. Окей. Так. Это кто у нас? Это у нас охотник. Хорошо. Значит, поставим охотник сюда. Лесорубу поставим сюда. Вроде нормальный план. Так. Все, да? Мне больше перед ним будут подсказывать. Можно кого-нибудь что нанять? А сколько стоит вот этот вудкаттер? Значит, еще одна охотница. Сколько стоит вудкаттер? Если я еще хочу вудкаттер. Короче, это стоит 20. Это какой-то с бумерангом, товарищ. Это стоит 15. А спешил кто такой? Спешил, но пока нет. Короче, надо пока закончить вот это. Ладно. Сейчас мы нарубим древесины. И нахреначим себе мяски. Бумс. Так, опять ниже, что ли, надо идти? А, это все обвалилось. То есть мне, типа, надо было добыть, видимо, то, что обвалилось. Я так понимаю. Для того, чтобы эффективнее работать. Ммм. Теперь здесь можно апгрейдить наших гномов. Так. Х2. А это что такое, перышко? Что значит перышко? Флай крю. Ммм. Так, короче говоря, сюда мы поместим гнома. Он сможет работать. Летающим будет. Если плитка обвалится, его будет хоть бы хрен. Но я бы сюда, наверное, поместил охотника, потому что... Да, потому что вот этот у нас будет собирать... Или не будет. А этот у нас будет собирать Х2. Хотя, возможно, Х2 имело смысл собирать еду. Непонятно. Так. А почему у нас нету... Почему у нас нету дерева? О! А это такое. Я вообще сюда хочу. Мне даже интересно посмотреть, что это такое. Так. Это у нас гнездо летучих мышей. Некоторые... Те самые... Шеркфс. Пещеры. Содержат опасные гнезда мышей. Их надо уничтожить. Либо они будут хреначить дополнительных мышей каждый ход. Так. Вот оно. Нест. А как их уничтожить? А это какая-то золотая кура. Так. Ну, здесь я типа могу использовать полет. Вопрос правда. Зачем? Допустим, я буду использовать полет. А вот это будет... Он будет интересно рубить? Что вообще будет происходить? Если я так сделаю. Так. А что мне еще надо? Мне надо что-нибудь еще. Ну, может мне и надо что-нибудь еще, но у нас нихрена нет. Так. Ладно. Давай попробуем. Эскейп элеватор. Эскейп элеватор. Что, половина здоровья, что ли? Видимо, половина здоровья. Так. Ну, ладно. Давай мы попробуем зажать вот эту вот куру. Я не знаю, что это за рутбрейк. Я хочу попробовать его найти. Эээ, забить. По идее, он не сможет от нас убежать. Хе-хе-хе. Я же говорил. Ох, нихрена тут бананов набрали. Так, все. Теперь мы можем ехать вниз. Значит, набрали бананов. Все остальное завалило, нахрен. Теперь у нас дорог только дерево. У нас его, кстати говоря, 32. Это что еще такое? Это какие-то враги. В большом количестве. В большом количестве враги. Значит, у нас есть этот летающий охотник. Значит, летающего охотника мы можем вот сюда поставить. И охотить здесь всякую хрень. Это у нас вот так провалится, я так понимаю. Так, здесь мы можем нарубить всякого. А надо нам что-то с ними делать еще дополнительно? То есть, если я их зарублю, это будет хорошо? Или это будет пофигу? Блин, вообще, конечно, сюда замачиваю поставить. Ладно, поставим сюда пока. Но мы можем нанять еще кого-нибудь. По идее. Мы можем нанять еще одну охотницу. Которую мы сможем... Нет, не сможем. Я конкретного прокачиваю или всех? Ну, вот интересный вопрос. То есть, мы можем нанять еще одного вот такого вот лесоруба. Который разлесорубит здесь нахрен все. Так, сколько у меня осталось? 17. Значит, больше мы пока нанять никого не сможем. Ну, давай нахреначим себе, допустим, с двух рук дерева. Так, ну, кое-чего мы набрали. Теперь нам надо отсюда дергать. Этот-то у нас, в принципе, летающий. Ему-то, в принципе, насрать. А вот всем остальным не очень. Значит, я так думаю, что мы поставим одного вот сюда. Летающего. Теперь с этими ребятами. Пум-пум-пум. Уху. Так, уху. Значит, один лесоруб у нас пойдет сюда. Это, по-моему, тоже он. Да, это у нас тоже разломанное. До сюда он не дотянется. Значит, его имеет смысл. А сюда я не могу поставить, естественно. Ну, да. Так, это вот тогда поставим сюда. Получается так. Сколько у нас? 34. Еще одна охотиться нам здесь, в принципе, не должна. Так. Этих изрезали. Куры нарубили. Мы можем идти ниже. Но нам пока не надо. Так. Нам пока не надо идти ниже. Потому что мы можем здесь добыть еще. Легко причем. Вообще неважно. На изи просто можем добыть еще. Просто только как бы нам так встать. Чтобы 100% на изи добыть. У нас вот здесь вот будет стоять. Значит, у нас немножечко подожрут, и мы не сможем. То есть, чем дольше я здесь остаюсь, тем хуже. Но дерево я все равно хочу нарубить местного. А, а что на него не атакует? Не атакует почему-то. Ну, ладно. Так. Теперь надо сваливать. Потому что у нас возникают уже проблемы с этим. Так. У нас опять улучшалка. У нас улучшалка и 70 дерева. Так. Это у нас... Максимальное здоровье. А это у нас Х2. Ну, я хочу Х2 на вот этого. Максимальное здоровье на самом деле хрен его знает. А на 2 не общаю. Рероль 4. Блин. А, Рероль тонн оба. Вот дерьмо. Твою мать. Так, ладно. Тогда один у нас будет пёрышком Х2. А! Подожди. Он и Х2, и пёрышко, может быть? Вон оно что. А хилинг уже теперь больше. Так, ладно. Дам тогда лесорубу... О, тогда он будет и так, и так. С подполкиным здоровьем. Короче, мы будем что-нибудь танковать, если захотим. Все, я уже получил, да? Можно сделать еще рерол. Но тогда, наверное, у него что-то заменится. Или не заменится. Ладно, мы в следующий раз тогда дойдем до такого. Посмотрим. Так, и у нас последнее гнездо здесь. Или не последнее. Так, что тут у нас? О! Огромный петушара. Ёп. Угу. Огромная петушара. Это легендарная петушара. Так, легендарная петушара. Надо с ней что-то сделать, с легендарной петушарой. Значит, во-первых, нам надо изрезать вот этого товарища. И у нас тут особо... На самом деле, некем его изрезать. Так, ладно. Давай тогда... Значит, вот эти вот будут отлавливать вот этих пеньков. Вот этот охотник у нас будет охотиться. Нам, может, еще одного охотника нанять? Да, я бы нанял еще одного охотника. Куда-нибудь вот сюда, например. Блин, как-то неудачно они расположены. Давай вот сюда для того, чтобы их... Или вообще вот сюда. Нет, тогда он вот это будет мешать. Ладно, давай вот сюда пока постру будем поставить. Может, он немножечко постреляет. Сейчас проверю. Пум. Так, этих мы изрезали. Этого мы насобирали. Так, теперь у нас петушара. Петушара будет нас бить, интересно? Или что-то еще делать с нами? Будет петушара? Значит, ладно. Мы поставим тогда вот сюда. Чтобы он у нас мог дотянуться. Ну, я так понимаю, что, наверное, его надо, пока он здесь, его, скорее всего, надо резать. Я так думаю. Поэтому предположим, что вот этот вот ход, мы ему наваливаем леща. Это пока предположение, я хрен узнаю, как это на самом деле. Ну да. Так. Этот ход, мы ему немножечко наваливаем леща. Так, навалили леща. Все? И все. Короче говоря, надо было наваливать ему интереснее леща, видимо. Итого. У нас тут куча всякого. Ладно, пойдем дальше. Значит, нам должно дать еще каких-то гномов, я думаю. Это, говорит, было близко. Так, что теперь? Но зато мы нашли много ценного вкусного лутца. Теперь мы можем его использовать для того, чтобы сделать кучу абгрейдов. Новые гномы, новые здания, новые чертежи, новые способности. Короче, вся хрень у нас будет. Так, теперь надо посмотреть, потратить некоторое количество лутца для того, чтобы открыть новых гномцов. Так, давай посмотрим, что мы тут можем открыть. Значит, мы можем открыть повара. Он собирает материалы. И еду. И делает три еды. Короче говоря, он из одного дерева и одной хавчика делает три еды. И нам надо обязательно его купить. Да? А, requires previous tech. Так, а previous tech это вот этот товарищ. Так, бумерангер. Который кидает бумеранг. Который отскакивает от животного к другому животному. Без апгрейдов отскакивает один раз. Так, значит, нам нужен сначала вот этот вот тип гражданской наружности, я так понимаю. Так, что у нас там еще-то есть? Ничего у нас больше нет. Это мы открыть уже не можем. Это вообще хрен знает что. Короче, тут очень много всякого, что мы пока не можем. А можем как-то это улучшить дополнительно? А, ну здесь, видимо, не можем. Все остальное тоже не можем. А это что такое? У нас одна тележка, которая к производственным зданиям что-то перес... Так, она еще к производственным зданиям что-то делает. Ладно. Здесь можно найти, короче, видимо, вот такие вот хреновины. Ну, пойдем поищем. Пойдем поищем, пойдем посмотрим. А у нас кто-то есть? Или у нас никого нет? У нас никого нет. Но у нас есть кое-чего. Значит, во-первых, у нас есть вот катер. Который мы поставим, я думаю, что... Вот сюда. Так, охотник нам нужен на демонов? Это от животного к животному. Блин, тут прям интересно становится все это дело. А вот отсюда не дотянется, пока я отсюда не вырежу. И отсюда не дотянется, пока я отсюда не вырежу. Блин, ну вот это как-то опасно покупать. От животного к животному. Просто вот это вот считается за животное, интересно. Нет. Так, наверное... Наверное. Пока что. Мы возьмем двух громозеков. Потому что... Две громозеки будет, наверное, более эффективная история. Тем более, если они сейчас изрежут вот эти вот с плитками... Потом мы сможем поставить охотников. Я бы пока вот так вот сделал. Угу. Так, ну вроде как они изрезали сначала с плитками, что довольно логично. Мы получили 20 дерева. Ну, а у нас мыши пожали практически все. Мыши у нас скоро все нахрен сожрут. Значит, эти громозеки у нас ставятся на своих местах. А вот этот вот тип убежал. Ну, замечательно. Раз этот тип убежал, значит, мы отсюда сможем добыть немножечко курятины. Либо спуститься вниз, но нам пока это бессмысленно делать. Так, мы надыбали еще немножечко древесинки. Значит, этого мы перемещаем к другим курам. Что-то их как-то маловато только, этих кур. Я бы, конечно, вот это вот еще захантил. Я так подозреваю, что я туда не могу встать. Да, я туда не могу встать. Значит, этого надо отсюда убрать. А этого надо переставить вот сюда. Я жадный до дерева, капец. Надеюсь, я не пожалею об этом. Возможно, я пожалею об этом. Сейчас мы как раз посмотрим. Так, четыре здоровецка у нас еще немножечко остается. Значит, мы можем еще при помощи охотника добыть вот это. Значит, вырезать вот эту вот деревяшку. И добыть еще вот эту деревяшку. Вообще, на тоненького, конечно, я тут играю. Опасно. Опасность мое второе имя, практически. Ну, мы нахреначили себе кучу дерева. И теперь надо отсюда сваливать, потому что больше мы здесь оставаться не можем. Значит, здесь лутец, а здесь ничего. Блин, даже не знаю. Давай за лутцом сходим. Значит, ящики. Мы, говорит, можете найти ящики в вашей экспедиции. Они дадут нам немножечко дерева, либо материалов. Так, и можно какую-то косметику еще для зданий в гар. У нас есть город. Видимо, у нас пока еще нет города, но потом у нас будет город. И мы сможем там добыть некоторое количество косметики. Значит, так. Значит, у нас есть... Блин. А я не смогу добыть эту куру. Она получит у нас ущерб. Если мы ее сюда поставим. Подожди, а если сюда поставим? Секундочку. То есть, если она вот здесь вот будет летать, то так тоже можно? То есть, я вот так, что ли, могу сделать? Это интересно. А-а-а. Nothing to do. Так, понятно. Короче, нет, так делать нельзя. Потому что каким-то гномцам нехрен будет делать, если я так сделаю. Я понял. Угу. Не прокатило. Ладно, этот у нас добывает. Вообще, наверное, целесообразнее добыть вот этим вот это. Хотя... Пес его знает. А куда вот этот побежит? Непонятно. Ладно, да, пока вот так вот сделаем. Еще одну охотицу нанимать нам смысла или есть? Кстати говоря, может, нам есть смысл нанять еще одного охотицу. Или бумерангера. Или повара. Ну-ка, да, повара наймем. Так, вопрос только, что он будет делать. Повар берет... Так, сейчас погоди. Он собирает... А-а-а, вот так вот даже. То есть повару накидывают вдвоем. То есть повар либо вообще может стоять где угодно. Вот это хороший вопрос, кстати. Он может стоять где угодно? Или он должен стоять на соседних клетках с добытчиками? Блин, ну давай попробуем поставить его здесь. Сейчас посмотрим, будет ли это работать. Потому что иначе как мы узнаем. Так, походу нельзя. То есть для того, чтобы повар заработал, он должен стоять... Ух, ядрить, смотри. Так, для того, чтобы повар заработал, он должен стоять, получается, вообще вот. Между двумя вот этими ребятами. Так. А, угу. Так, значит, это рогалик. То есть если мы помираем, то, в принципе, ничего страшного. Угу. Давай посмотрим, значит, что у нас тут есть. Мы можем построить эту самую. Лесопилку. И все. Лесопилку. Но это слишком дорого. Короче, у нас нет денег на эту историю больше. И на эту нет. Значит, лесопилка. А как будет работать лесопилка? Это лесопилка. Это машин джангл. А, это еще. Короче, их сначала надо починить. Значит, вот у нас город. У нас еще есть водный какой-то история. У нас есть город. И в этом городе, видимо, что-то будет происходить. Так, ладно. Тап. Что тап? Билд. А, теперь нам надо построить эту лесопилку где-то. Я понял. Так, на QE ее можно вращать. Ну, вот хорошее место для лесопилки. Такое ощущение, что специально для нее сделано. Так. Теперь надо убедиться, что у нас одно с... Тот самый. Вход соединен с дорогой. Так, соединен. Теперь гномы будут доставлять дерево. И потом доставлять потом назад что-то еще. А как долго это будет работать, интересно? Ну, видимо, мне надо куда-то сходить. Короче, вся эта история будет делать наши экспедиции чуть-чуть получше. А нам нужно собирать дальше всякую хрень. Говорит, надо идти еще ниже. Так, лесопилка помогает нам превращать наше дерево в вот эти вот, короче, деревяшки. Теперь можно их использовать в экспедициях для того, чтобы что-то у нас тут было. Так, так, так. Хранилище. Гномы там что-то будут делать. Так, я понял. И мы можем отсюда их забирать. Три дерева дают одну вот такую вот штуку. Теперь у нас их две. То есть, в принципе, можно дождаться, пока у нас вообще переработают абсолютно все. До того, чтобы открыть следующую. И можем разблокировать кухню. Которая дополнительно дает нам 10 еды на нашу экспедицию. Угу. И можно разблокировать аэродром. Который позволяет нам переместиться один раз на следующую пещеру. Прямо сразу. Так, ладно, это что такое? Так, какие-то растения. Это ниндзя. Угу. Который перемещейки прыгает на соседнюю клетку после того, как получает урон. Любопытно. Это какой-то с очковым товарищ. А это что такое? А это у нас апгрейд на охотницу. Которая сможет дальше стрелять. Но за это нужно какие-то эти. Какие-то штуки, которых у нас пока нет. И мы постепенно перерабатываем деревяшку. Которую так и будем перерабатывать. Так, я... А, китчен. Вот. Вот эти штуки. Вот как раз эти штуки, которых у нас типа нет. Теперь они у нас есть. А я дороги смогу проделать, интересно? Я просто не знаю, куда бы поставить. Пусть здесь ставим. Вроде нормальное место. Теперь у нас будет кухня, которая, блин, дорогая, зараза. У нас все закончилось. Я так подозреваю, что нам пора хреначиться вниз. Что нам надо сделать? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Ноль из трех. Что? Это я, короче... А, все, я понял, что это. Это я выбираю то, что я буду брать с собой в экспедицию. То есть я буду брать с собой, типа, больше дерева, судя по всему. Итого. У нас есть 50 дерева. У нас есть враги. У нас есть всякое. Так, ну, допустим, для начала я хочу вот сюда поставить лесорубку. Сюда поставить охотника. Цу. Сюда поставить охотника. Цу. Сюда можно поставить... Или вот сюда можно поставить еще одного лесоруба. Между ними можно, конечно, поставить этого. Китчина. Ну ладно. Пока, допустим, так. Так, сначала у них в приоритете зарубить врага. Пришли мышки, сожрали немножечко еды. Так, теперь... Значит, мы можем переместиться... Так, эта клетка у нас хреновая. Эту у нас будет дальше рубить. Эту у нас рубить... Значит, за него нам золото дадут. Ну, допустим, даже не знаю. Допустим, сюда поставим. Кто-нибудь нам еще нужен? Я вот этого хочу, конечно, проверить, товарищи. Ну ладно. Так, пока что... Мы добудем 12 дерева. И мы добудем 2 еды. Почему 2? А, видимо, с учетом того, что... С учетом того, что мы еще что-то там сделаем и покормим мышей, у нас будет, типа, на 2 еды больше, я так понимаю. Так, чем дальше мы будем спускаться, тем хуже нам будет становиться. Тут весь вопрос состоит в том, хочу я добыть еще дерево прямо сейчас или не очень. Дай мы вот этого попробуем запереть для того, чтобы его зарезать. На самом деле, возможно, это плохая мысль. То есть, дерево-то мы добудем, но у нас будет проблема с едой. Ну, попробуем, ладно. Этого мы захреначили. Немножечко чего-то там мы надобывали. Мыши у нас сейчас все пожрут. Так, все, мыши у нас все пожрали. Мы должны отправляться отсюда ниже. Потому что здесь нам оставаться дальше смысла нет. Теперь либо Х2, это у нас, соответственно, улучшалки. Либо мы идем за какими-то конкретными ресурсами. Блин, ну нам, получается, либо надо за жратвой, а потом на Х2. Потому что по жратве у нас что-то как-то беда. И у нас в следующем этом будет еще одна. Так, ну давай попробуем за жратвой. Здесь, по идее, жратвы должно быть до хрена. Так, охотница. Так, поставим охотицу сюда. Там у нас пенек бегает. Венек пенька мы, наверное, сейчас вот так вот зарежем. Раз он так бегает. Хрен ли, он там бегает вообще. И сколько у нас еще есть. Так, ну мы можем поставить вот здесь вот. Мы можем здесь вот поставить кока. Который, по идее, у нас сейчас должен будет приготовить жратвы. И мы можем даже поставить, наверное, еще одну охотницу где-нибудь. А, у нас нет больше слотов. Нет, не можем. А как понять, сколько у меня слотов на гномов? А, все, я понял, сколько у меня слотов на гномов. Значит, у нас один повар, два лесоруба и одна охотница. Одна охотница, наверное, маловато будет. Хотя, с учетом повара, может, и нормально. Ну да, попробуем. Так, этот нас забирает и начинает хреначить из этого хавчик. Неплохо. Товарищ, очень неплохо нахреначил хавчика. Так, значит, мы перемещаем пок сюда. Мы перемещаем это сюда. Это остается, наверное, здесь. Блин. У нас пти... Пташечки наши исчезнут. У нас исчезнут пташечки. Может, нам вот этого убрать куда-нибудь? А мы можем его отсюда убрать нахрен? Так, то есть мы можем вот этого товарища выкинуть. И он возвращает часть. Тогда мы сможем взять вот здесь вот еще одну охотницу. Если она не будет дурой, она у нас успеет захантить отсюда еду. Если не будет дурой, конечно. Сейчас проверим. Она будет дурой. Короче говоря, принцип, по которому... Ну, часть, конечно, еды она возьмет, но только очень небольшую. Остальные обвалились нафиг. Очень жаль. В принципе, повар нам теперь вообще не нужен. Нам нужно захантить вот этих. Вот этот вот мы захантить уже никак не сможем. Так. И можем захантить еще вот того товарища. И то... А, ну, в принципе, это не вообще бессмысленно. Значит, вот так вот как-то. Хотя этот кусочек дерева небольшой, наверное, тоже бессмысленно. Он перемещается на рандомной клетке, смотря куда он пойдет. То есть, если он пойдет обратно, мы его даже зарубим. А если не пойдет, то не зарубим. Это нам вообще не надо. Ну, ладно. Допустим, пока так. Так. Этого мы зарубили. Ладно. Некоторое количество еды мы с собой тоже заберем. В целом, мы пока плюсовые поедем. Ладно. Отправляемся еще ниже. Здесь нихрена, правда, нет? Ох, ничего себе! Хе-хе-хе. Так. Здесь что-то прям вообще приколюха, слушай. Здесь прям совсем приколюха. Но... А что мы сможем с этим сделать? Не, ну, конкретно сейчас... Мы, в принципе, можем... Так. Мы можем, в принципе, взять здесь оху... Блин. Как-то так надо прям пройти сюда. Так. Ну, конкретно сейчас мы можем взять повара лесоруба и сделать вот так. Ну, вообще, конечно, мне нужен... У меня больше нет слотов, да? Вообще, конечно... Мне надо его на охотника менять. Охотницу. Потому что отсюда надо забирать еду. Так. Берем. Вот так. Так, так. From animal to animal. Ну, вот это animal. Animal. Блин. Ну и что? Попробовать бумерангера? Просто посмотреть, как он работает? Ну да, попробуем бумерангера поставить... Ну, вот сюда, например. Ага. Без апгрейдов он один раз отскакивает. Ну, вот сейчас и проверим. По идее, этот товарищ должен неплохо работать, как конкретно вот в данной ситуации. Ну да. Очень неплохо работать в данной ситуации, товарищ. Так, вопрос. Он отскакивает только на соседние клетки? Или на какие-то еще? Повар. Ну, повару у нас работы тоже не будет. Потому что не будет дерева. То есть он у нас должен стоять на соседних клетках, иначе он работать не сработает. Либо он может, конечно, взять их где-нибудь еще, но я так понимаю, что нет. Мы сейчас, конечно, проверим это. Но я так подозреваю, что нет. Никаких вариантов. Здесь на кракнутой клетке стоять как бы такое себе. Да и здесь тоже. Короче говоря, Х6 Кур у нас сейчас сдох. Ну да. То есть если у него нет соседних, то все. В этом вся история работы не будет. Так. Ладно. Это у нас тогда продолжает здесь хреначить. Повару у нас, в принципе, не нужен. Эта история, ну, тоже такая. Может куда угодно. Так, мы забираем немножечко куры, немножечко этого, и на следующий ход сваливаем отсюда. Ладно. Так, идем дальше. Я хочу загрязиться. Значит, у нас либо здоровье, вот дерьмо, которое нам не надо. Либо флайн-крю. Так, я хочу на нашего товарища... Где он тут? Вот этого. Я на бумерангера хочу поставить полет. Ну и, в принципе, все. Если я рерольну, мне один хрен ни на что больше не хватит. Поэтому смысла никакого. Так, отправляемся дальше. Здесь у нас дерево. Так, ну, во-первых, наш летающий товарищ. Мы его поставим сюда, потому что ему, в принципе, насрать. Или можем даже сюда поставить. Ладно, мы поставим его сюда, чтобы он отсюда как раз добыл нам куру. Так, здесь неплохо получилось. Насчет повара. Ну, вот с поваром, по-моему, получилось не очень. То есть, это за соседнюю клетку у нас не считается. Соответственно, даже если мы его поставим... А, хотя нет, подожди. Вот у этого считается, наверное. То есть, если он заберет от этого еды, от этого заберет вот эту штуку, значит, в принципе, может что-то получиться. И отсюда мы тоже можем забрать еды. И здесь у нас есть чье-то гнездо. Которое тоже неплохо было бы атаковать, иначе оно будет плодить мышь. Белую. Так. Какая-то у нас не очень история. Ладно, давай попробуем вот так вот сначала сделать. Да, кок все-таки берет. Ладно, пока мы в плюсах. Это у нас летающий товарищ остается. Бумерангер, бумерангер. Поставить бумерангера. Куда мы можем поставить бумерангера? Так, ну повар нам, походу, нахрен не надо больше. Суть по всему. Да, повара мы, наверное, отправляем обратно. Потому что здесь его особо никак не применить. И вместо повара мы возьмем, наверное, вот этого товарища, который будет рубить просто паром. И зарубим вот эту вот часть. Так. Возьмем товарища, который рубит паром. Здесь у нас, соответственно, охотник. Охотник будет, кстати, по ним стрелять или не будет? Это очень хороший вопрос. У него 7 здоровья. То есть он должен на 7 его ударить как раз. Если у него в приоритете, все будет хорошо. А если не в приоритете, мы сейчас лососнем тунца. Сейчас узнаем. Так, охотница, короче говоря, во-первых, ни хрена не стреляет по нему. Вообще не стреляет. Так, охотница нам ни зачем не нужна. Нам нужен товарищ с топором. Но теперь либо мы тратим дальше ресурсы для того, чтобы получить еще дополнительное дерево, либо мы отсюда сваливаем. Дерево, дерево. Я думаю, что мы отсюда сваливаем, потому что у нас еда становится в приоритете, а внизу ни хрена нет. Здесь, кстати, вполне себе неплохо. Значит, товарищ с бумерангом у нас пойдет, например, вот сюда. Он должен расхреначить вот эту клетку в первую очередь. А он, кстати, в первую очередь будет? Блин, вот здесь вопросы. Что у них в приоритете, очень большие вопросы. Значит, этого товарища можем поставить сюда. Это мы можем поставить сюда. Охотницу мы можем поставить, например, сюда. Для того, чтобы добыть вот эту клетку. Ага, бумерангер тоже, короче, по ним хреначит. И в итоге из-за того, что бумерангер по ним хреначит, одну штуку он не дорыл. Ну ладно, это, в принципе, не критично. Охотница. Значит, охотницу можем поставить сюда. Вот эту товарищу можем поставить сюда. Эту можем поставить сюда для того, чтобы срубить. Насчет вот этого пока непонятно, как он будет действовать. Охотница, в принципе, его грохнет. Эту можно вот сюда поставить. Например. Ну, в принципе, этот хрен с ним. То есть смысла никакого за ним гоняться я не вижу. Так, мыши у нас кое-что поджрали. Теперь мы можем сходить себе собрать еще жрачки. Так, с жрачкой хорошо. В принципе, бумерангера вместо охотницы поставить вообще хорошая идея. То есть мы можем взять охотницу, убрать ее отсюда и вместо нее поставить товарища с бумерангом. Я думаю, что мы, наверное, так и сделаем. Так, где наш товарищ с бумерангом? Можно было, конечно, поставить повара, но я пока, наверное, не вижу в этом смысла. Так, у нас один бумерангер будет. Здесь мы кое-что подрубим. Так, товарищ с топором. Здесь будет еще один товарищ с топором. И еще один бумерангер. Мы можем его поставить вот сюда, потому что он летающий. Так, давай пока так сделаем. Гнездо он зарубил, эту штуку он зарубил. Ну, в принципе, вроде ничего так получилось. Этого надо отсюда переставлять. Куда-то. Это у товарища с бумерангом. Ну, вообще, если он до сюда тянется, конечно, будет молодец. Насчет вот этого не знаю. Можно добыть либо отсюда, либо оттуда. Ну, пока так. Давай попробуем. Все. Это всю куру он добыл. А это, если нет соседней клетки, она никуда не рикошетит. То есть, по одной клетке она рикошетить не будет. Сколько здесь? Здесь пять еды. А у нас четырнадцать сожрется. Смысла никакого. Так, едем дальше. Едем дальше вот сюда. Здесь у нас есть мега-кура. О, опять этот огромный стальной петушар летит. Это что еще такое? Ммм. Это у нас хищные растения. Здесь вообще, кстати, беда с этими. Ну, даже не знаю. Давай попробуем поставить сюда одного лесоруба. Так, бумерангер. Так, бумерангер одного ставим сюда. Лесоруба, надеюсь, его не сожрут, поставим сюда. Да? Второго бумерангера поставим сюда. Ну, надеюсь, они переживут эту битву. Так, ну, кое-чего они подрубили. Значит, этого мы можем переместить сюда, для того, чтобы дорубить вот эту часть. Это у нас вообще живее всех живых, как дедушка Ленин. Здесь, в принципе, все нормально. Этот отсюда будет атаковать. Это можно переместить сюда. А, ну, в принципе, эта курица все равно до сюда не дойдет. Значит, у нас вот этот товарищ будет атаковать ее. Вот этот будет атаковать, хрен пойми кого. Насчет вот этого растения я вообще не уверен. Стоит ли нам здесь оставаться? Большой вопрос. Я просто хочу вот этих попробовать зарубить. Посмотрите, что за них дадут. За куру в основном. За куру дадут мяски. Кстати, очень неплохо мяски дадут. Кура хороша собой. Ладно. В принципе, это был неплохой замес. Можно спускаться еще ниже. Значит, здесь у нас либо пещерка с боссом. С этими самыми. Либо Х2. Ну, у нас дохрена апгрейдов. Я бы хотел, наверное, Х2. Так. Х2. Я хочу какому-нибудь бумерангеру. Вот этому с полетом. Чтобы он у нас получал еще Х2. Какому-нибудь лесорубу мы дадим, допустим, вот такую вот вещь. Так. А если мы рерольним еще? Значит, у нас может быть еще один летающий. Так. Я, допустим, еще хочу одного летающего бумерангера. И жирного лесоруба. Не знаю, на самом деле, зачем мне это надо, но допустим. Так. Отправляемся дальше. О. Здесь как-то совсем все очень скромно. Все очень скромно и все очень грустно. Ладно. Давай мы зарубим тогда вот этого. Мы как раз успеем его зарубить. Так. Еще один товарищ с топором у нас пойдет сюда. Один бумерангер у нас пойдет. Ну, здесь мы прям вообще всех можем расхреначить. По идее, может быть, даже за один хор. Так. А ты чего его не бьешь? Я не понял. Он же не бьет курицу, что ли? Типа курица летающая? Странная история. Ладно. Пойдем дальше. Так. Пойдем дальше. Здесь у нас... О. 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 Полегче. Так. Здесь у нас... А там, наверное, написано, да, кто кого может атаковать? Не, не написано. Ладно. Товарищ с топором у нас тогда пойдет атаковать вот этого. Так. Второй товарищ с топором пойдет вот сюда. Блин, ну здесь прям какая-то жопа получается. Здесь надо по-любому будет ставить еще одного... Одного бумерангера. Возможно, еще одного бумерангера придется поставить сюда, для того, чтобы они отскакивали. Я не знаю, правда, будет ли это так работать. Тут, правда, еще одно гнездо. Угу. Этого он не бьет. Блин, это хреново. То, что он этого не бьет, это прям совсем хреново. Надо сваливать отсюда. Конечно, зарубить Куру и получить у него 10 мяса, это очень заманчивая история. 8 дерева. А с этого сколько? 10 мяса. А нам мы 22 потратим. Нет, это... Это, конечно, здорово, но не очень. Импровь, Йогномс. Ну, Х2 на бумерангера за двадцатку сделать. Ну, давай. Так, кто у нас здесь? Опять стальной петушара придет к нам, видимо. Да, опять стальной петушара пришел. Стальной петушара пришел, яичек своих навалил. 24. Блин. Ну, это будет беда, конечно. Это будет беда. Так, нам надо, во-первых, избавиться вот от этой сране. Как-то. Очень быстро причем. Я склонен думать, что надо все-таки будет сделать вот так. Этого бумерангера поставить сюда, вот этого бумерангера поставить вот сюда. И надеяться на то, что это сработает. Ну, допустим. Так, некоторое количество мы тут бахнули. Теперь к нам пришел этот Расти Лорд. Значит, его мы будем сейчас хреначить. Так, во-первых, сюда мы ставим бумерангера. Могу сюда поставить бумерангер? Могу поставить бумерангера. Вопрос только, как он будет работать. То есть они какое-то количество урода ему, по идее, нанесут. Вопрос только какой. Потому что, возможно, лучше, конечно, сделать вот так. Чтобы с уроном было точно полный порядок. Ну что ж, бейте его. Так, его немножко побили. Но у нас проблема в том, что если он, да, если он еще не нахреначится вот этих вот... Ой, блин. Нас сейчас мыши сожрут. За это, конечно, дадут ресурсов. Но нас сейчас сожрут мыши. Сто процентов сожрут. Ладно, попробуем. Бумерангеры не всех бьют еще. Бумерангеры кого-то бьют, они бьют анимал. Гибрид, плант анимал. А это гибрид. То есть, чтобы они кого-то били, надо, соответственно, чтобы они хреначили по анималу. По анималу, по анималу. Ну, такое. В принципе, если вот эта курица сюда не убежит... Она убежит. Чтоб ей не убежать, собственно. Может, еще будет нормально. Но она сейчас отсюда свалит, и как бы на этом все. Если только как-то вот так вот попробовать, Чтоб эта курица максимум смогла бежать вот сюда. И не дальше. Ну, я думаю, что мыши нас сожрут, и ничего с этим не сделают. Так, ну, некоторый кальчик... Да, кого смог, я убил. А, смотри, мы живые пока еще. Так, мы пока еще живые. А, это что я считаю? А, это у нас труп гнома. Какая прелесть. Ну, и что с ними делать? Не, ну, их надо атаковать, потому что у меня выхода другого нет. То есть, мне придется в любом случае атаковать вот этих прям по полной. Причем вот так вот. Но они не смогут его забить, потому что им не хватит. Если только мы сейчас не поставим что-нибудь еще. Просто только кого. Ну, давай попробуем вот так вот. То есть, если они вмешаются в наш процесс, возможно, мы сумеем его заковырять. Хотя... Ну, если только его будут атаковать, наверное, успеем. Да, успели. Так, кейф 13 из 13. Замечательно. Значит, пещеру бы пошли два раза прямо на полную катушку. Так. Короче говоря, мы заставили этого сраного монстра убежать. И пока мы ходили, у нас тут набралось немножечко еды. И немножечко вот этого. А в еду он что перерабатывает? То есть, чтобы здесь получилась еда, что он берет? А, он тоже берет дерево. Короче, надо до хрена дерево. Для того, чтобы у нас что-то получилось. Еще мы можем постраивать дом. Еще мы можем сделать путь. Можем поставить еще один дом за 50 дерева, который будет таскать еще одного гнома. Чтоб это было быстрее. Типа. Куда было только поставить. Допустим, сюда поставим. Теперь у меня два гнома. Теперь у меня два гнома, которые в два раза быстрее могут хреначить ресурсы. Пум. Я хочу забрать его. Так, тейк. И это тейк. Надо поставить какой-нибудь склад, чтобы они автоматически туда доставлялись. Слушайте, ну вообще прикольная игра. Я хочу сказать. Я бы, наверное, еще порубал. Короче, пишите, что думаете. И оставайтесь на связи. Узкоизвестный в широких кругах. Строил заводы в игре Виталия. Строил заводы. Чужие смотрел. В общем, контент делал так, как умел. Зритель. Внимательный. Ловит момент. И оставляет правдивый коммент. С ним соглашаюсь, конечно, и я. Автор не видит порой нибуя.